Ну и чё ты ждёшь? Ты же хотел поздравиться. Да нет. Яйцо канала. Тоже снимаю. А! Ага. Сейчас, подожди. Да снимай, может чё ж так. Ты надо настроиться. Ага. Всем привет. Всем привет, с вами как всегда Глеб. Сегодня мы на канале моего папы. Да, всем привет. Сегодня у нас будет видео вместе с Глебусом на моём канале. А то он его уже себе, видимо, хочет забрать. Напомню, что у него есть свой канал. Для тех, кто, конечно, интересуется. Ну ладно, сегодня у нас будет видео с такой темой, которая вверху уже озвучена, а именно подготовка к зиме. Скажем так, для меня зимняя рыбалка это что-то такое. В общем, совершенно непонятное и, честно говоря, не особо и интересное. Но, тем не менее, опять вы же спрашиваете меня в комментариях, будет ли видео с зимы. Да, я попробую поснимать. И это, наверное, будет даже прикольно, потому что я это особо не ловить не умею. Не ладишь с буром. Да, с буром не ладишь. С буром-то как раз всё в порядке. Я единственное усвоил... Так ты сделай, чтобы не в порядке было буря. Не перебивается. Единственное, что я усвоил, что зимой надо много бурить. В принципе, и тем и живу. То есть я хожу, бурю без результата. Развлекаешься. Да, на три моих выхода один... Один я бурил 24 дырки. Второй я бурил 36. На третий я отчалкиваю 100. Дай отцу сказать. Что ты перебиваешь? Будешь наказан. За что? Для профилактики. В общем, зимой у меня пока не складывается. И хоть чтобы как-то, не знаю, вообще в этой скучной достаточно, в этом скучном процессе зимней ловли, я в этом году решил брать с собой вот этого чудика, который выглядывает из-за ящика. И, наверное, может быть, даже попробую ловить мирную рыбу. То есть, вот мне товарищ буквально вчера подсказал, что можно использовать чертика. Я так посмотрел. Ну, в принципе, прикольно. И, кстати, у меня сегодня будет к вам несколько вопросов уже по ходу. Это вообще на самом деле сегодня будет распаковка. Да хватит, ты не скучаешь. На самом деле сегодня будет распаковка. Вот этого ящика. В этом ящике лежит куча всего для зимы. Потому что у меня, в принципе, для зимы особо-то ничего и нет. Не, я так как-то уже вот три года я там то чуть-чуть подкуплю одного, то чуть-чуть другого, то чуть-чуть третьего. И, кстати, вот сразу выражу благодарность магазину FishingsBaits.ru, который меня, в общем-то, в моих зимних начинаниях всегда поддерживал. Если бы не он, скажем так, у меня вообще толком ничего не было. И этот замечательный ящик, и то, что там внутри, тоже от этого магазина. Все ссылки я оставлю на него в описании. В принципе, по ценам очень такой магазин адекватный. Пользуйтесь. Ну и по сервису тоже. Ладно, Глебус, давай распакуем. Как видите, это вот, собственно, то, что мне пришло, это вот такой вот новый ящик от фирмы Lucky John. Кто не знает, Lucky John это торговая марка, принадлежащая компании Salma. Да, это счастливый John. Мне там больше знакома другая аббревиатура, Джонни Волкер. Ну, Lucky John тоже ничего. И, в общем, такой вот ящик. И у меня есть какой-то ящик, который я забежал в магазин. Буквально купил там его за 400 рублей. Самого простого вида. И самое, в общем-то, мне не нравится. Потому что там внутри ничего нет, никаких отделений, ничего. Здесь же вот как-то немножко все по-другому. А сколько этот стоит? Без понятия вообще. Давай смотреть, что там внутри. Так, ну вот. Внутри тут лежит определенное количество разного. И сейчас сам ящик. Кстати, литье, именно вот качество пластмассы, верни катушку, у ящика неплохое. Но самое главное, что в этом ящике мне понравилось, я его уже, конечно, дома разбирал. Это вот такие вот штуки. То есть сюда можно что-то, хоть что-то положить, хоть что-то будет как-то, не знаю, систематизировано в ящике. Какие-то, не знаю, коробочки, чтобы оно там все не гремело, не болталось. Хотя, я так понимаю, все равно этого не избежать. А это вот для удочек. Оно прикрепляется сюда или сюда. Ну, в общем, оно прикрепляется тут просто сейчас. Может, не прикрепится. Ну, на, ты прикрепи. Помоги хоть, Арсу, хоть в чем-то. Да, давай, сломай мне еще. Якорь утопил, планшет утопил, спиннинг утопил. Якорь утопил. Ну, вот так вот выглядит, что, в общем-то, ожидаемо. Итак, сразу. Термоноски. Обязательная вещь. Это вообще у меня обязательная вещь на рыбалках. И вообще всегда термоноски. Ну, я думаю, объяснять не надо, особенно если у вас лимбранная трекинговая обувь, что термоноски просто необходимы. Чтобы все, так сказать, выходило. Единственное, что я, конечно, неправильно сделал себе. Две пары заказал сорок шестого размера. А надо было тебе заказать одни. Тут термоносково. Хотя у тебя трекинговые обуви нет. У меня ноги. Ноги у тебя есть? Хорошо. Отдай газетку. Ладно, идем дальше. Так, это вот, это... Это что это? Это ремень. Зачем? Не скажу. Я уже понял. Давай вот полистать каталог. Каталог от Локиджона, кстати. Каталог. Так. Идем дальше. Что же дальше лежит? Наверное, самое интересное я оставлю на потом. А в принципе, тут больше уже ничего нет. Тут три вида лески лежит. И вот, кстати, тут уже будет к вам вопрос. Давай сейчас ящик уберу. Я думаю, с ящиком все понятно. Потому что, не знаю, ящик реально по качеству интересный. Это вот новая тоже леска от Локиджона. Видимо, зимняя, да. Micron Superior Ice Fishing Line. И касаемо того, какой леской снарядить удочку для окуня. То есть, вот здесь мне пришли размеры 0,8, 0,4 и... Одну секунду, 0,5. То есть, 0,12, 0,10 и 0,15. Я так понимаю, что для ловли окуня надо использовать какую-нибудь тонкую. То есть, 0,10, скорее всего. Да, Глебус? Да. Понятно. Ты увлекся, да? Да. Чем же ловить этого самого окуня? Я знаю, что многие используют для ловли окуня вот эти вот баловайки с кивочком. Ну и, соответственно, там какие-то балансирчики подкидывают и так далее. Я же уже с самого начала, в принципе, с того момента, как я начал пробовать зимнюю рыбалку, я начал использовать вот такого плана удочки. У меня, на самом деле, их уже много. Вот они все лежат. Тут разные они... Прилично. Прилично, да. Они разных, скажем так, тестов, наверное. Ну, разной жесткости, наверное, правильнее сказать. То есть, вот это, допустим, вот эту я использую под окуня в основном. Она мягенькая такая, можно использовать без кивка. И вообще, я не понимаю, нужен кивок или нет. Но в этот раз решил попробовать вот такую удочку, опять же, выбрать. Ну, не знаю. Я, честно говоря, думал, что она будет чуть-чуть помягче. Называется эта удочка. Она тоже от Лаки Джона. Си Тэч Пайкен Перч. То есть, именно... Ну, Си Тэч, что ты? Пайкен Перч. А болтус. В общем, не знаю. Вот мне лично, что если бы вот не подобного плана удочки, я бы вообще, наверное, на зимнюю рыбалку не обратил никакого внимания. Потому что мне вот эти вот балалайки и постоянно вот это вот с леской вот туда-сюда, на лед падает, ногой на нее наступил. Это раздражает. Понимаешь? Понимает. И мне всегда хотелось изначально прямо вот, когда только я хоть как-то начал выходить, заставлять себя на лед, я посмотрел американские видео. Сделал что-то против этого? Против системы, да. Тихо. Только начал выходить на лед и начал пробовать именно ловить по-американски. А я думал начать падать. Там помолчи. Ну, отец говорит, ну что ты. Ну, ладно. Вот, думал об этом. Начал думать про американский стиль. Потому что именно американцы, у них это короткие удочки, у них вот такие там метровые удочки. Они подо льдом рыбачат, в общем-то, как нормальные спиннингисты. То есть туда на катушке, то есть как здесь у меня стоит. Вот это айс фишинговая маленькая катушечка, называется Snow Leopard. Кстати, она от Хайба, если мне не изменяет память. Я ее так обзор и не сделал, забыл. Ну, если кому интересно, могу сделать обзор на втором канале, если, конечно, хватит времени. И, в общем, этой удочкой планирую сделать ее основной на этот сезон. Пробовать ловить ей. Но еще хочу завести, наверное, все-таки ненавистную, так сказать, балалайку для чертика. И отсюда вопрос. Во-первых, точнее, это уже два вопроса выходит. Как мне лучше снарядить удочку для ловли на чертика. Какую использовать, какую киво, какую леску. И какую желательно вот сюда поставить для ловли окуня. Окуня я планирую ловить в основном на блесны и балансиры. Но я так понимаю, что это 0,10. Наверное. Ладно. Второй момент. Чем оснастить эту удочку? Пришла вот такая вот катушка. И считаю, что это вообще вещь, наверное, бомбовая и самая классная. Называется она майка тоже от Lucky John. Она с подшипниками, со всеми делами. И напоминает какой-то такой полумультипликатор. Полу, даже не знаю. Полу-полу. Ты совершенно прав, мой глубокомысленный друг. Спасибо. Соответственно, вот так это все будет дело выглядеть. Баланс примерно там, где нужно. И у меня, собственно, вызывает это, не знаю, какие-то, скажем так, воодушевления. Пользоваться такой снастью на рыбалке. Потому что самое вот, что меня больше всего раздражает, это отсутствие сброса. Здесь же в этой катушке сброс реализован. Вот здесь кнопочка. Достаточно нажать. И все. Сброс пошел. Соответственно, потом, оп, рыба села. Можно подмотать, не вытягивать вот эту всю гадость руками. Ты вообще не врубаешься, про что я говорю? Ну, ты ж не была из-за не рыбалки. Хорошо. Ну, что там, пишут? Пишут гадость. Гадость? Как в комментариях. А, ну это тебе, мне только хорошее. В общем. Уверен. Нормальная, хорошая, интересная катушка. У которой есть подшипники, есть фрикцион. Есть трещотка, кстати. Не знаю, зачем это сделать. Вот так. Это, видимо, чтобы рыбаки вокруг, которые слышали треск, сбегались и помогали тебе рыбу вытаскивать. Или оббуривали тебя. В остальном же катушка реально интересная. Или избегали. Да избегать реально. Ух ты. Не, ну ты такой, сидишь, сидишь, друг, такой, ну, рыбак чужой, и проходит такой, хочешь на твоей территории остановиться, а ты такой, и сдаёшь, пресс-то. Не, не знаю. Отпугивателя рыбаков. Да я тебя возьму, ты будешь охуеть, будешь бегать вокруг меня и кричать. Пугало, что ли? Да, типа пугало. В общем, да. Распаковка у нас сегодня получилась, наверное, такая сумбурная. Но, тем не менее, я думаю, что... Очень сумбурная. Очень сумбурная, да. Очень-очень-очень не очень сумбурная. Ну, я думаю, что она была весёлой, и те, кто интересуется зимней ловлей, в общем-то, увидели для себя какие-то интересные штуки. Но меня из всего того, что здесь есть, в общем, эта удочка порадовала, мне кажется, то, что нужно, в общем-то, для окуня и щуки, наверное, для судака она не подойдёт. Но судака зимой я так и не попробовал ловить, мне это не было особо интересно. И, в общем-то, порадовала вот эта вот катушечка. Что ж, Лебуф. Давай, говори своё последнее слово. Я вообще-то за этот ролик сказал только четыре слова. А вообще, зачем ты здесь сидишь? Ну, вообще-то, я всё говорил ты. Я же думаю, что ты мне говорить-то не даёшь? А ты что-то как-то сказать? Я же пытаюсь развлечь зрителями гримасами, пока я читаю гримасы. А, то есть, все будут отвлекаться на тебя, а не на меня, да? Да. Я тут говорю, может, какие-то умные мысли. Да, повзрослел уже, Лебус уже с ним. Ну, давай прощаться, наверное. С кем? Ну, с фотоаппаратом. Потик, пока! Всё, спасибо за внимание. Надеюсь, обзор вам понравился. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok